Книга «Открытым оком», том 7, вопрос 1957, взаимоотношения. «Тяжело жить, когда тебя ложно обвиняют в преступлении, и при том государственном. Если такое случалось с кем-то из святых в житиях, то как они это переносили?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Мне пришлось быть судимым именно по такому обвинению. И когда в Америке меня спросили, как мне помешало КГБ, то мой ответ был, наоборот, они помогли мне и стали мои дела более известны. Это же находим и в житиях». Еремия 38, 4. «Тогда князья сказали царю, да будет этот человек предан смерти, потому что он ослабляет руки воинов, которые остаются в этом городе. И руки всего народа, говоря к ним такие слова. Ибо этот человек не благоденствия желает народу сему, а бедствия». Иоанна 19, 12. «Иудеи же кричали, если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю». Деяние 17, 7. «А Иосон принял их, и все они поступают против повелений кесаря, почитая другого царем, Иисуса». Анфим, Некомедийский, память 3 сентября. Этот добрый пастырь Христов привел к Богу в венцах мученических почти все свое словесное стадо. В то же самое время к тягостнейшей скорби христиан присоединилось еще следующее обстоятельство. Неизвестно, отчего зажглись царские палаты, и большая часть их сгорела. Злочастивые язычники оклеветали христиан, говоря, будто они по ненависти подожгли царский дворец. Тогда ярость царя достигла крайней степени, и, став лютее дикого зверя, он истреблял христиан в великом множестве, осуждая их то на усечение мечом, то на сожжение огнем. Предложив узникам духовную пищу Слово Божие и представив им питье благочестия, он приобрел их Христу и присоединил к Его Святой Церкви, научив вере и добрым делам. Там же в темнице он возродил их водою святого крещения. И стала та темница светлою церковью, исполненной даров Духа Святого, где верующие днем и ночью приносили Богу жертву хваления. Вода отравлена, ученики вскричали, хватаясь за больные животы, послать скорей за лучшими врачами и принести целительной воды. Ах, сколько рек уже опорожнили, не успевали мертвых выносить. Еврейских мальчиков враги топили в Ниле. Что думали в отчаянии отцы? Все из воды и от воды погибло. Теперь огню жаркое и шашлык. По предсказанию, по утверждению Библии, не изведутся воды из скалы. Пропагандисты счастья и здоровья, здорового питья, здорового питания, пот отвергают, запивают кровью, приравнивая вымыслы к писанию. Здоровье культ, зимою обливание, водой холодной, стоя на снегу. Хлеб дрожжевой признали вредным, баню. Нудисты признают лишь плоть ногую. Но умирают также и болеют все заповеди их, враги каноном. Прописывают плоть в домашних мавзолеях, а на духовное, подобным ухом сонным. Всю скверну пищи и питья очистим, молитвой пламенной и словом и еговы. Христов будь ученик, но не шаман и мистик. Печется рыба им из дивного улова. Нам сахар вреден, словно мухомор. На масле, на растительном не жарьте. Но не научишь, на мозгах запор. Непослушанием раскручивают шарики. Мозги отравлены у тех, кто без причастия. Отвергнув истину, придумали свое. В плотском здоровье утонул несчастный. Не опален крещенской водой. 6 сентября 2003 года, Игнатий Лапкин.